Добрый вечер! Леонид, действительно, на каждой пресс-конференции задаются вопросы, и после каждого, именно я про твои ответы говорю, они провоцируют новые вопросы. Поскольку вопросы будут, мне кажется, немножко жестковатые, я хочу реквизитом нашим пушистым чуть-чуть тональности. Это как зовут зверя? Машка. Машка. Эту Машку мы пристроим, как бы, как трудно быть котом бездомным, и как хорошо быть котом домашним. После эфира у нее будет дом, надеюсь. Это такая у нас традиция. Слушай, как хорошо, потому что я в своей жизни трачу все свободное время на то, чтобы этих несчастных пристроить, и собакой кошек. Ну ты же собачник. Ну как, у меня дочка этим занимается, жена, и я этим занимаюсь. Мы тоже этим занимаемся. Я уже люблю твою программу. Да, приходи почаще, потому что я уверен, что после этой программы все равно... Я в следующий раз приду не один, я приду с тем, кого пристраивать надо. А, да. Я сейчас не шучу. Давай, давай, отлично. Я тебя могу каждый день пригонять сюда, то, что надо пристраивать. Не пугай меня. Серьезно тебе говорю? Да. Я тебя сведу с Сашей? Мне кажется... С дочкой? Нет, ну это... Ты уходишь от разговора о фильме «Трудно быть богом». А потому что уже все проговорено. И все. Но это имеет прямое отношение к фильму «Трудно быть богом». Это какой же, например? Ну как? Ну потому что если мы пристроим эту кошку, еще одну собаку, еще одну кошку, еще одну собаку, может быть, мы и до людей дойдем, и людей пристроим. Да, но фильм снимался, кстати, 14 лет, только кошки даже не живут. У вас там люди сумели выйти замуж, родить детей. Очень многих и не стало уже за это. Да. Алексей Герман-старший так и не увидел, в общем-то, предпремьерный показ. И премьеру, увы, тоже не увидят. И сразу отсюда же, собственно, и вопрос. Обсуждал много фильм я с коллегами, не просто журналистами, а с киноведами. И вопрос вот такой. Все интересуются, почему, собственно... Вопрос может быть сразу неприятный для тебя, я предупреждаю. Они спрашивают, почему в титрах фильма присутствует Алексей Герман-младший? Потому что у них ощущение, у моих коллег, что он не принимал участия в работе. Если не хочешь, можешь не отвечать. Ты знаешь, этот вопрос мне очень приятный. Так, хочешь что-то? Потому что, может быть, я и есть тот первый человек, который этому удивился. А, так ты тоже удивился? Я этот титр увидел сначала на афише, которую я успел изменить. По-моему, четвертым или пятым он упоминается? Да, ну где-то в начальных титрах, непосредственно после названия картины и действительно главных спонсоров или главных людей, которые заботились об этой картине в течение всех лет, идет потом на очень красивом изображении надпись «Особая благодарность Герману-младшему». Алексею Герману-младшему. Я удивился этому, но, как сказать, я все, что я мог сказать по этому поводу, я сказал. Когда кому? Непосредственно. А, непосредственно Алексею Алексеевичу. Да, Алексею Алексеевичу я сказал, но поскольку эта история вышла из-под контроля не из-за того, что я сказал, а из-за того, что и ты, в том числе, и твои друзья обратили на это внимание, я считаю, что здесь допущена какая-то такая, может быть, без злого умысла или без специального умысла оплошность. Дело в том, что когда была панихида по Алексеевичу Герману, Леша, Алексей Алексеевич Герман, когда говорил, он сказал, что мы закончим картину. Я уже не помню, как мы или я, он сказал, но он как-то это декларировал уже на панихиде, что мне уже тогда показалось странным, потому что как бы речь шла не о том, что мы закончим картину, а о том, что не стал Алексея Юрьевича Герману. В дальнейшем я предлагал группе лучших специалистов, которые, потому что кино было по существу готово, и нужно было только отобрать еще кое-какие дубли, соединить звук, да, проконтролировать цвет, то, что делал Юрий Викторович Клименко, ну, собрать то, что называется. Для этого, конечно, Леша мог выступать в качестве советолога, чтобы помогать маме Свете, но эта работа такая уже, она должна была быть анонимной, он все-таки сын Германа и... Наследник? Наследник, да, и это кино отца. Почему-то они так решили, что вот... Они это кто? Ты имеешь в виду мать? Семья, семья, да, я так думаю. Я никак не хочу в это вмешиваться, но я высказал свою точку зрения, она не нашла поддержки, и этот титр остался. Поддержки в семье или в группе? Я, естественно, свои сомнения высказал сначала Алексею, Алексеичу Герману-младшему, и высказал свои сомнения Светлане Игоревне Кормолите. Но это было принято как-то очень ревностно и не скрою с обидой. После этого я эту тему закрыл, поскольку я-то хотел как лучше. Извини, что я эту тему открыл? Нет, ну раз... Просто дело в том, что я ведь начал с того, что 14 лет снимался. Было бы смешно, Женя, если бы эту тему открыл я. Раз ты меня спросил, ты просто наступил на больной мозоль того, чего мне тоже не нравится. Но бог с ними, к картине это имеет очень косвенное отношение. Нет, это имеет прямое отношение к картине, потому что ведь я начал именно с того, что 14 лет снималась картина. Вы все давали интервью, вы все этим жили. И Алексей Алексеевич, в общем, как-то в течение этих лет не фигурировал. Но он не должен был фигурировать. То есть он, если мне память не изменяет, поскольку я, ну почти от первого кадра до последнего, там с небольшими перерывами, когда меня нет в кадре, но ума-то на протяжении всей картине в кадре. По-моему, он был на съемочной площадке за все эти годы пару раз. Он приезжал проведать маму, папу, но как гость, так же, как на съемочной площадке был Андрей Макаревич в Чехии, так же, как на съемочную площадку приезжала пару раз моя жена или какие-то мои другие друзья, не более того. Да, но Андрей и Ксения не фигурируют в титрах. Нет, нет, я решил их вычеркнуть, да. Ну, кстати, о конфликтах, ведь ты и со старшим Германом тоже конфликтовал. Я помню какую-то историю, ты же выпустил аудиовещь, трудно быть богом записал, и это ведь вызвало не самое... Нет, 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 мне в твоем вопросе не нравится только, тоже конфликтовал. Нет, потому что я так понял, что конфликт был с семьей. Я тебе объясню, почему тоже не подходит, потому что те конфликты, которые у меня были с Алексеем Юрьевичем Германом, они касались той работы, которую мы занимались. Это касалось творческих споров, это касалось того, каким я себе представляю Ромату, и каким себе его представляет и хочет видеть Герман. И это были споры достаточно частые, особенно на первом этапе съемок, но эти споры всегда заканчивались консенсусом. Или он меня в чем-то убеждал, или я его. И вообще, если полистать историю, создание хороших, трудных, больших картин, всегда были конфликты, всегда между режиссерами, артистами. Ну, вообще творческий процесс, он конфликтный, потому что разные точки зрения и разное видение. И в этих спорах всегда рождается истина. И я счастлив, что мы спорили, ругались, мы месяцами не разговаривали, потому что позиции были принципиальные. Но теперь я тебе могу сказать, что если я о чем-то жалею, что мне не с кем сегодня поспорить. Не с кем. И я жалею, что кино закончено. Для меня это кино больше, чем кино. Начинается зрительская история. Зрительская история меня интересует сразу, могу тебя, может быть, расстроить, может быть, порадовать. Она меня не очень интересует. Дело в том, что это кино необычное, как все фильмы Германа. И я не жду прямой реакции и прямо пропорциональной реакции значимости и знаковости этой картины между зрительской реакцией. Я думаю, что эту картину зритель будет догонять. У эту картину, наверное, ждет такая же судьба, как и предыдущие фильмы Германа и других фильмов. И такая же судьба, ну, это достаточно такая, правильный параллель. И такой же судьбу прожили фильмы Тарковского. Если ты помнишь, то были фильмы, в частности, Андрей Рублев, которые пять лет вообще не знали, что это, что снял. Кстати, стилистически есть общие моменты у Андрея Рублева. И просто для примера напомню, что картина «Хрусталев в машину» Германа, с показа которой ушел, по-моему, Скорцезе, да, он встал и ушел, и все жюри ушло. Но по прошествии лет эта картина вошла в 50 лучших мировых фильмов. Вот и все. Вот ответ на этот вопрос. Я думаю, что картина «Трудно быть богом» ждет такая же судьба. Сколько будет зрителей, или сколько раз человек, который посмотрит картину, будет ее пересматривать для того, чтобы вникнуть, понять и понять всю глубину и необычность этого, мне предсказать трудно. Но это, по-моему, не важно. Я удивлен, что, в принципе, обсуждалась концепция образа режиссером и актером. Потому что мне казалось, что Герман Старший – это из тех режиссеров, которые четко видят, что они получат на выходе, то есть есть четкое представление. С одной стороны. С другой стороны, ты представитель, ну, Щукинской школы, да, как бы такой, который… Что ты так улыбаешься? Я что-то глупость какую-то сказал? Нет, не глупость, просто я тебе могу сказать, что Герману совершенно было все равно, выпускник какой школы я. Он меня взял как материал, как человека. Если бы ему в этот момент сказали, что я вообще без образования, ему это тоже было бы все равно. Потому что, я сейчас веселую штуку скажу, если Герман захочет, у него и верблюд будет играть, и осел будет играть, и кошка будет играть. Вот. А я среди перечисленных все-таки более податлив. Ты много отвечал на разные вопросы, и на, по-моему, предпримерном показе, или когда-то ты упомянул, что самая запоминающаяся пресс-конференция была в Риме, во время римской премьеры. Ну, после римского показа. А чем она была какая-то особенная? Чем она отличалась от сотни других прессов, в которых ты принимал участие? Ну, потому что там собрались очень заинтересованные, посвященные, просвященные люди, во всяком случае, те, которые пришли на пресс-конференцию. Там была очень высокого уровня подготовленность прессы именно к такому классу кино. А это не просто один из фильмов, а поскольку его давно ждали, и любят Германа, знают Германа. И там вопросы были очень интересные по существу. Там не было, скажем, вопросом... Можно я процитирую один вопрос? После этого было несколько пресс-конференций в Москве, в частности, после показа в 35 миллиметрах для прессы. Первый вопрос, было много журналистов, все... И я понимаю, что картина серьезная, поэтому я всех настроил, и сам настроился на какой-то веселый лад. Ну как, все-таки это человеческое общение журналистов с творческой группой. И первый вопрос прозвучал, встает молодой человек и говорит, скажите, пожалуйста, я не знаю, кому адресовать вопрос. Я бы хотел спросить, почему в фильме так много грязи, так много отхожих мест, все какие-то грязные, заплеванные. И вот такое ощущение, что все с каким-то невероятным запахом. Ну вот. И представился и присел. Я говорю, ну, я очень рад, что у нас с этого вопроса началась пресс-конференция. Если учитывать еще то, что этот вопрос задал канал НТВ. Значит, раздались аплодисменты. Почему столько много грязи всего этого? Про упомянутую тобой пресс-конференцию в 35 миллиметрах, потому что там прозвучало слово сочетание общественно-политический контекст или что-то такое. В частности, да-да-да, в кулуарах там говорили, что Ермольник на самом деле сыграл Путина, человека, который перепахал. Жень, это старая сплетня. Эта сплетня родилась тогда, когда мы начали снимать кино. В 99-м году вы начали? Да, в 2000-м мы начали снимать, в 99-м были пробы. А уж сейчас я точно понимаю, кого я играл. Я на самом деле играл Германа. Я играл Германа в том смысле, как он видит жизнь, как он себе видит героя, как он верит в победу этого героя или не верит, как этот герой функционирует, этот рыцарь, у которого повышается давление и течет кровь из носа. То есть он нормальный, живой человек со всеми болячками, страстями и недостатками, и достоинствами, которые свойственны человеку. Рума-то очень разный. Он такой же разный, как Герман. Я думаю, что я сыграл представление Германа. Герман всю жизнь свою посвятил очень определенной цели. Все его картины, они все равно, знаешь, как эта петелька-крючочек. Он все равно вот шел к картине «Трудно быть богом». Я думаю, что это одна из самых совершенных и полных его картин, если придерживаться позиции того, что Герман всю жизнь разбирал человека. Он пытался понять, что такое человек, кто такой человек, зачем он рождается, зачем он живет. Вот все эти три картины, это как итог. Мы не думали, что это будет итогом. Он же хотел еще один фильм снимать. Он хотел снимать скрипку Ротшильда. И очень смешно говорил, Ленечка, наверное, после этих лет, ты не будешь у меня больше сниматься, не согласишься. И я искренне ему говорю, Алексей Юрьевич, с вами готов работать всегда. Вот, поэтому мы же не думали, что мы еще шутили так глупо, потому что он всегда говорил, что он себя плохо чувствует. Он всегда, он часто болел, и все. И я искренне могу сейчас попросить прощения у тех, кто нас видит. Я всегда думал, какой он все-таки симулянт. Вот мне кажется, что он не болел, а он все время, когда ему не хотелось работать, или он не знал, как дальше быть, он говорил, что он болен. И я даже шутил. Конечно, потом будет и картину без меня представлять. Я тебе клянусь, я это говорил, что переживет все. Я прошу прощения, потому что получилось все как-то так совершенно... Получилось так, как получилось, как должно было получиться. Про зрителей. Ты сказал, что, ну, подзвучало, может быть, я своими словами твой тезис вложу, что мнение зрителей тебе не очень интересует. Надо ли это так понимать, что приоритет это мнение киноведов? Нет, нет, совсем другое. То есть про зрителей ты имеешь в виду... Я имею в виду только одно, и ни в коем разе я здесь никак не наезжаю на зрителей. Я просто знаю, что эта картина не исключение, как все другие картины, они будут идти к зрителю очень долго. У этого фильма своя судьба, независимая от сегодняшней реакции зрителей. Вот что я имею в виду, когда я говорю... Я все-таки имел в виду киноведов, людей, которые имеют право на экспертное мнение. Вот важна ли создателям фильма, тебе и всем остальным, кто работал, оценка там Плахова, Разлогова, вот тех людей... Они уже оценили. Да, я знаю, что они оценили, поэтому я и спрашиваю, важна ли их оценка. Важна, безусловно, потому что те специалисты, которых ты назвал... Вы с Плаховым просто представляли... Да, это люди в высочайшей степени образованные, знающие кино, понимающие кино, и их оценки очень высокие. Даже те, кто не знал, что сказал Плахов и Разлогов, поняли по твоей речи, что фильм им понравился. Да, фильм понравился, и абсолютно в этом у меня сомнений нет. Я говорю о зрителях, это когда я говорю о том, что кино будет показано достаточно широко в кинотеатрах. Я не уверен, что это будет зрительский успех в таком вот привычном сегодняшнем понимании. Это другое кино. Мы с тобой должны будем обязательно поговорить после того, как фильм выйдет в прокат. Обещаю, что ты придешь, и мы с тобой вот обсудим уже... А я тебе предлагаю, смотри, сколько здесь места на диванах. Давай сюда еще позовем зрителя. Обязательно. Нет, не зрителей, а людей... Нет, не критиков. Нет, не критиков, зрителей. Все не поместятся. Нет, ну нет. А, ты считаешь, что у нас... Все восемь человек, которые посмотрели картину, сегодня рады приветствовать. Нет, ну действительно, давай серьезно мы договоримся, что ты придешь с кем хочешь, но мы обсудим, потому что я уверен, что ты ошибаешься. Я не искушенный зритель, я видел картину, и раз она мне понравилась, значит она понравится другим людям, которые... Ты знаешь, я просто во многом сомневаюсь, если будет то, что ты говоришь, я, как ты понимаешь, буду одним из самых счастливых людей. Сейчас у нас последний этап, у нас еще одна традиция, кроме кошек появилась. У нас эфир закончился, ты хочешь со мной в карте? Мы потом после... На деньги? Обязательно с тобой только на деньги. Здесь четыре фишки. Так. Разных цветов. Ты вытаскиваешь фишку, потом выбираешь вопрос, вот. Это как-то собьет пафос нашей беседы. У нас пафос, по-моему, не было. Мы очень... Я прям проникся, я почувствовал... Ты проникся? Я почувствовал, как... Чувствуешь, что сидишь с Богом разговаривая, да? Я понял, как трудно быть... Я тогда как-то эффектно сяду, да-да. Вот так, вот так. Значит, четыре цвета. Так. Нет, ты здесь остаешься. Тебя мы не берем. Голубой, желтый, красный, белый. Ощущение, что ты эту кошечку пристраиваешь уже года два. Она к тебе привыкла. Нет, я увидел, а вот за 30 секунд... Она сидит возле тебя, как у родного человека. Удивительное дело, это энергетика называется. У нее или у тебя? У меня, у меня, конечно. Так. Абсолютно бескомплексный человек. Абсолютно у меня, конечно. Я тоже щукинская школа. Я должен же тоже изображать что-то. Что я должен достать? Одну? Фишечку одну. Одну, да. Для начала показывай, какого цвета она. Она желтого цвета. Это называется откровенный, по-моему, вопрос. Или неудобный. Сейчас любую желтую карточку берешь, переворачиваешь и читаешь вопрос. Вообще, самое смешное, я должен сказать, что Додалев нашел, с кем играть в эту игру. Я сейчас признаюсь, я дальтоник. Так. Давай я вытащу желтый. Нет, ну я вижу, что это ближе всего вот тогда. Да. Ну вот вытаскивать, да, тогда. Ты знаешь, я вообще считаю, что очень много голубых карт. А это сейчас, это модно. А, модно, да. Конечно, конечно, ты же в отрасли. Я думал, что на вашем канале это не модно. Давай. Так. Ну что, какой? Ну вот давай вот эту хотя бы. Ну вот эту, да. Что? Ну ты зачитать можешь вопрос, или ты хочешь, чтобы я это сделал? Это не ловкий вопрос. Все-таки я правильно сделал, чтобы взял вторые очки. Это у меня, чтобы вдаль. Да. А это, чтобы деньги пересчитывать и читать твои записи. Игру, правда. Да, звучит. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле в кино? Конечно. Конечно. Конечно? Конечно, случалось. И не раз. Здесь даже вопрос поставленный. Случалось ли вы бывать на спектаклях или кино, в которых удобнее поспать, чем посмотреть? Я уверен, что на «Трудно быть богом» никто не заснет. Несмотря на то, что это трехчасовая лента. Следующий вопрос, их всего три будет. А, я думал, что ты что-то будешь доставать. Нет, зачем мне? Голубенькая. Голубенькая. Это вопрос на подумать. Вот про голубенькое, да. Возьмусь отсюда. Так. Вопрос на подумать. Вам иногда кажется, что вы умнее большинства ваших друзей? Ну, честно только. Честно, если мы говорим о друзьях, то нет. А, ты ушел. Я по этому принципу подбираю друзей. Очень дипломатично. Не дипломатично, но это действительно так. Хорошо. Так, ну, последний. Последний. Нет, там еще есть звон. Красный. Это красный? Да. Вот это, да? Да. Хорошо. Откровенный вопрос. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Партнер может понимать кого угодно, не обязательно Ксенина. Ты знаешь, я не совсем понимаю вас. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Просто если это партнер, то значит, он должен зарабатывать столько, сколько я. Значит, я плохо делюсь с партнером. Это партнер по жизни. То есть, я думаю, что на самом деле здесь... Ну что, это имеется в виду муж или жена? Да, боюсь, что да. Это французские... Да я всю жизнь ругаюсь с женой, что она вообще что-то зарабатывает. Это ответ мужчины. Это ответ человека, который знает, как трудно быть мужчиной. А как трудно быть богом, он уже... Там еще есть. Там нет, там все четыре, я их кладу туда-обратно. Опять желтый вопрос. Все, только быстро, потому что у нас... Быстро, так, неловко. На каком документе вы подделывали подпись начальника? То есть, Германа. Ни на каких. Я подписывал только... Я в дневнике только... Все, ты ответил на все вопросы, которые я хотел... Я еще хочу. Приходи еще, а мы делаем вывод, что... С правдой лучше не играть.